Петр Васильевич Главный вопрос, Петр Васильевич, зачем это вам? Зачем вы это делаете? Зачем вы идете туда? Главный вопрос, что в Украине категорично очень нужны изменения, мы должны зачистить Верховную Раду от вечных ее вязнений, конечно, сегодня нужно, чтобы начали новые люди. Маю подготовку, профессор парламентаризма, працюю в Киеве, маю опыт, я очень хорошо знаю громаду Полтавскую, я очень хорошо знаю Котелевский район и живу в Полтавском районе. Ну и самое главное, для меня очень важны, прежде всего, те ценности, которые будут отстойвать представитель Полтавы и этих районов в парламенте. Он должен быть, правда, слугою этих территориальных громад, помогать. Поэтому иду в парламент для того, чтобы будет за Полтавщиной и за Полтавцем. Вы, интересно, сказали, вязнив. То есть вы хотите освободить их. Все-таки правильно вы говорите, что, ну, в частности, Полтава так сложилось, имеют двух народных депутатов, которые действительно являются вязнями. Они уже подход все-таки заканчивают. Ну, знаете, когда третий, это на злочинной мове называется уже рецидивист. А так пока что вязня. Справді треба оновлення. Треба люди із новими ценностями, которые могли бы працювать, прежде всего, не на какую-то там окремую громаду, або ховаться за железными дверями от громади. Понимаете? Або наживатися. Когда пришли, вибачте, в одних штанцях порваних, а ходят зараз в дорогих шикарных костюмах за декілька тисяч доларів. Тому сюда должны прийти и в парламент, которые будут реально працювать на громаду. Ну, знаете, у меня есть певный опыт, когда даже среди ночи звонят люди за допомогу. И я відвукуюсь тому, что я маю досвиду депутатской работы. Я с глубоким шаном отношусь к хлопцям в джинсах и свитерах, которые умели изменять эту страну, потому что страна пошла, фактически, без выхода. Но этим молодым хлопцям все-таки нужно реально, чтобы было больше профессионалов в парламенте и фаховцев. Нужно им просто помогать. Я иду, чтобы тоже помогать. Я понял. Я вас не буду спрашивать, как вы голосовали на последних выборах. Это как бы непорядочно на сегодняшний момент публично обозначать. На сегодняшний момент у нас есть президент. Он будет работать в ближайших 5 лет. Ваши отношения к его работе и к тому, что происходит. Вы, если вы войдете в парламент депутатом Верховной Рады, ваша позиция будет к президенту какая? Я не могу сказать, что сегодня мне подобаются все кроки, которые делает президент. Я прекрасно понимаю, что молодое его октябрь много чего не понимает. Но, например, вчерашние кроки, что он моим побратимом, который был в АТО, 14 ребятов из других стран, дав гражданство, мне это очень импонует. То, что нагородили званиями героя трех чорнобильцев, героев, мне это тоже импонует. То, что он сейчас скасирует те законы, которые тормозят развитие среднего малого бизнеса, мне это тоже импонует. То, что есть проблемы на международной арене. Ну, как на мою думку, это, мабуть, все-таки был подготовленный такой вариант еще и передней владой. Я буду поддерживать все позитивное, что делает для страны и для громад дающий президент. Если он будет что-то делать негативное, то, конечно, я буду в оппозиции. Ну, мы надеемся на то, что мы знаем ваш характер, вы жестко можете и публично, в том числе, отреагировать. Мы надеемся, что так будет. И знаете, Александр, мне бы хотелось, чтобы в этом парламенте была солидная группа, така солидная группа из хлопцев, которые с оружием в руках защищали страну. Понимаете? И это был бы, как своего рода, такой реальный, такий тиск. Если будет где-то в парламенте что-то сделать антиукраинский, чтобы они сразу были на варте и этому, конечно, перескоджировали. Потому что в этом парламенте произошло много участников АТО, там их было больше десяти. Но группу они так и не створили, они не объединялись и не были севентованы. Партии их просто расстегли, я так думаю, або задобрили, або перекупили. Ну, это большая проблема. И это проблема объединения, понимаете? Это проблема, да. И думаю, конечно, хотелось бы и зайти, и створили такое объединение, которое все-таки мало таких реальный вплив на ход парламентаризма в нашей стране. Это будет, ну, по вашей идее, это будет партия или просто объединение? Нет, это будет межпартийная группа объединения, хлопцы, которые воювали. А как же они тогда, ну, если они при партийной поддержке зашли, партия будет свое, все-таки им говорить, а объединение будет видеть по-другому? На мое переконание, человек, который прошел в зону боевых действий, у него на первом плане, звичайно, это честь страны, ее будущая, и, звичайно, память хлопцев, которые погибли на фронте. И он каждый мает связываться перед их памятью. Потому что те, кто там был, они сейчас, мабуть, каждый понимает, что они живут тем жизнью, в котором они, возможно, доживут, и хлопцы, которые погибли. В окраймуре, у меня такая ассоциация постоянно. Ну, давайте сделаем таким образом. За одну встречу мы вряд ли можем раскрыть все то, что у вас есть в голове. Все-таки вы человек опытный, знаете намного больше, чем я и многие из нас. Есть возможность встречаться с вами до выборов в ближайшие дни? Брендом моей компании, это Рідній Полтавщине, честно открытую владу. Я всегда открытый. Я, навіть, если вы не будете продать, запрошу вас домой на чай или на каву. Чему больше дайте привагу? Я люблю чай, шара. Ну, значит, по чайу. Чайу святого я обязательно пойду. Хорошо, спасибо. Имеете что-то сегодня на прощание сказать? Перш за все, вчера на днях мы высадкували День Конституции. Мне очень хочется, чтобы наши граждане все-таки имели максимальную защищенность. И чтобы эти статты Конституции, прежде всего, право на охорону здоровья, они получили. Очень много сейчас верно, как депутаты областной ради, дети хируют, люди хируют, онкозахируют, и другие. Очень хочется, чтобы люди были защищены и от хвороб, и от слидков. И тогда я считаю, что будет действовать Конституция, чтобы как раз в этом направлении она действовала. Я и того желаю нашим, и гражданам, и всем украинцам. Конституция, да, это довольно серьезно. Ну что, всем хорошего настроения, всем удачи. С вами я, Александр Демидович, и Петр Ворона.